В России дан старт проекту формирование комфортной городской среды. Жители страны выбирают в своих городах объекты или места, которые нужно привести в порядок или же построить с нуля в 2023 году. Это могут быть парки, скверы, любимые места отдыха горожан. Тверская область представила на выбор жителей 56 объектов в 11 муниципалитетах. Голосование во всей России и в Тверской области в том числе стартовало 15 апреля. На выбор для благоустройства жителям Верхневолжья представлено более 50 объектов в Кимр, Ржеве, Вышнем Волочке и других населенных пунктах. Активно каждый год идет работа в рамках проекта формирования комфортной городской среды и в областном центре. В Твере из 18 предложенных кандидатов на благоустройство в лидеры выбилась улица Трехсвятская. Уже в первые дни голосования в ее пользу делали выбор почти полтысячи участников. Оно и логично, ведь это центральная улица города, исторический центр, единственная в Верхневолжье пешеходная улица. Более того, здесь сосредоточены и объекты бизнеса, магазины, рестораны и банки. Трехсвятская участвует в голосовании не в первый раз, как и многие другие объекты, но не набирала прежде нужное количество голосов, как, например, скверы в микрорайонах. Мы поинтересовались у жителей Твери, какой они видят главную пешеходную улицу обносной столицы. Оказалось, что их устраивает наличие мест отдыха, где можно почитать, пообщаться, купить сувенир. Но хотелось бы добавить красок. Во-первых, плитку можно было бы обновить уже, а то как-то приелось довольно, да. Ну и, конечно, да, озеленить ее. Все-таки по зеленым улицам приятнее ходить. Цветочков не хватает, конечно, клумбочек побольше. Больше хотел, наверное, цветочков видеть от каких-то, больше каких-то красок ярких. Испания хорошо оформляет. У них такие вот улицы, которые пешеходные, выложены, знаете, с таким 3D-эффектом. Иногда кажется, что это волнами такими выложено. Вот, кстати, это очень неплохо. Мне кажется, вот она как раз сюда вписалась. Также жители Твери голосуют за продолжение ремонта Мигаловской набережной до улицы Дальняя пристань и Парк Победы. В перечне значатся объекты во всех районах города. Например, благоустройство набережной в районе памятника Афанасия Никитину и уречного вокзала. Обустройство сквера на Соминке, Молодежном бульваре. Приведение в порядок таких мест, как парк текстильщиков, сквер имени Салтыкова-Щедрина. Проголосовать можно на портале 69городсреда.ру. Принять участие может любой житель Верхневолжи, достигший 14 лет. Для этого необходимо иметь регистрацию на портале госуслуг. Выбор можно сделать в пользу абсолютно любого объекта, даже если голосующий не проживает на данной территории. В первую очередь выбираем муниципалитет или же город, а далее следует список объектов. Можно также отдать свой голос, например, за благоустройство городского парка в Кимрк. За него, кстати, проголосовали более полутора тысяч человек. Обновление горсада в Оржеве или пешеходной зоны в Торжке. Глава региона неоднократно отмечал, что городская среда должна быть удобной, комфортной и современной. Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Напомню, что в 2021 году по программе «Комфортной городской среды» обновили около 100 объектов. 21 двор в 10 муниципалитетах и 79 общественных пространств в 38 муниципалитетах. В Твере крупным благоустроенным объектом стала Мигаловская набережная, которая теперь – любимое место для прогулок у жителей Пролетарского района. Всего же в выборе проектов приняли участие более 64 жителей Тверской области. Голосование продлится в этом году до 30 мая. Все вопросы по голосованию за проектом можно задать по бесплатной горячей линии Минстроя Российской Федерации 8 800 620 13.